иди сюда наш верный друг и как обычно перед любым путешествием мы набираем воду и заправляем машину ребята всем привет вы на канале себя на чемоданах меня зовут славян вот мой инстаграм подписывайся здесь же насенька вот ее инстаграм тоже подписывайся и наши пацанчики сегодня мы отправляемся в новое путешествие не прошло и несколько дней как мы едем и едем в поселок в котором мы ни разу не отдыхая находится на берегу черного моря ну как вы поняли по названию это джубга ну что погнали в новый выпуск итак ребята я настроил навигатор нам ехать 130 километров 1 час 55 минут вообще джубга это самая ближайшая точка куда ездят местные то есть смотрите азовское море я имею ввиду с краснодаром азовское море это где-то 140 километров 180 это крым и джубга всего лишь 100 километров ну красота поэтому мы едем вообще-то впервые отдыхать чуть позже покажем где мы остановились гостевой дом вот я как посмотрел как выбирали он прям клёвый у них очень много плюшек которые сделали они своем гостевом доме о котором я конечно все покажу и расскажу поэтому не переключать поехали у нас немножко портится погодка немножко просит дождик но тучки перейти конечно не радует но я думаю что провести замечательный отдых нам не помешает к тому же в этом гостевом доме все сделано для того чтобы клево отдохнуть но мы это короче проверим вместе с вами только посмотрите как сильно испортилась у нас погода вообще ничего не видать вообще я думаю вам тоже льет как из ведра столько дней в краснодаре не валя от жары собрались поехали я надеюсь это просто мимолетная тучка джубки уже будет норме посмотрим так смотрите значит мы выезжаем с краснодаром попадаем такие здесь такое есть краснодарское водохранилище в котором купаться запрещено гост вот получается краснодар до свидания адыгея чеучешский район мы заезжаем значит в горячий ключ и здесь висит знак автомагистрали это хорошо значит можно ехать чуточку быстрее это кстати плюс огромный ездить именно на море чуку потому что есть например даже в анапу ты там едешь по деревням на азовское море тоже по деревням и средняя скорость там вообще 50 километров то есть здесь ты едешь прям с хорошей нормальной достойной скоростью и дорога соответственно тоже дорожное покрытие позволяет а впереди вы можете заметить что у нас начались уже горы мы кстати едем отдыхать в четверг и на мое удивление вообще дорога вот прям максимально свободно и в горячем ключе вообще не стояли хотя там несколько сужений светофоры поездил там пробки сейчас вообще пролетели и вот с таким вот ребятам прекраснейшим видом мы въезжаем в туапсинский район вот здесь такая типа а-ля смотровая сразу висит камера на 40 блять какие горы какая красотища это уже ребята кавказские горы кавказ кстати кто не знал с анапы начинается кавказ и кто не смотрел наш большой выпуск про анапу гляньте ссылочку оставлю в описании что вот мы заезжаем дюкбу в общем тут такой центр джукбы есть вот круговое движение мы собственно на нем сейчас отворачиваем едем прямо один км и хоп и где-то там приехали ну что мы доехали улица зеленая 33 поселок джукбан пойдемте заселяться вместе тоже принимают тоже гости все в разной хорошо здрасьте так смотрите я стал обладателем на несколько ночей четвертого номера сразу на входе я заметил что смотрите рейтинг букинге 10 10 мне кажется это о многом говорит а сейчас мы с вами вместе поднимаемся как ты смотрите там холл мы поднимаемся на второй этаж нас на второй этаж заселили и и мы с вами посмотрим номерок вот так вот уютненько свежо чистое красиво кстати все под видео наблюдения хорошо так и вот 4 номер так ребята мы заселились сейчас занесем вещи и потом я покажу вам обзор номера поэтому не переключаемся пока покажу вам немножко территорию смотрите здесь есть такой бассейн где температура воды всегда 30 градусов конечно есть правило с которым мы ознакомимся и лежачки а там еще есть даже фонтанчик за бассейном ребята следят здесь его они постоянно чистят а вечером он подсвечивается и конечно какая здесь красота вечерняя я вам тоже покажу если не сделали лавочку здорово и вот такой вот фонтан отель эмили если зона барбекю конечно мы там тоже пожарим шашлычок сколько получается четырехэтажное здание ребята здесь высадили вот такие вот пальмы а еще самое кайф что с посмотрите какое огромное дерево инжира обалдеть настина любимый у нас к тебе надо в сентябре здесь пацаны пока ничего не дают сделать только занесли вещи сразу все все в бассейн будем надувать папочка давай одевай недавно были в Питера Игорь Маттёв в особый бассейн я никогда помогу ребята сейчас будет кайфово я буду прыгать бомбочкой готовы на счет три раз два три вечерочком вот так вот купаешься и одновременно жаришь шашлычок у ребят здесь мангальная зона есть гриль дрова заготовлены можно свой уголек у них то есть шампура пожарил вот там вот кушаешь а детвора купается ну что друзья теперь я готов вас пригласить в наш номер он сразу скажу он двухкомнатный парни заняли уже свои койки смотрите в этой комнате две кровати очень круто что ребята дают одноразовые тапочки такого не встретишь пожалуй пожалуй не то что как бы нигде но такое встречается очень редко белые чистки полотенца у пацанов значит будет стоять такая тубочка куда конечно же они уже закинули свои вещи вот и здесь смотрите сразу такая вот туалет с ванной есть сплит-система очень уютно и все очень аккуратно сразу что мне бросилось глаза это то что ложат такие вот одноразовые гель для душа шампуньки мыло даже смотрите зубные щетки здорово это открыто не обращать внимание потому что от насенька уже сразу сходу помыла руки туалет и душевая есть у нас значит телевизор и вторая комната во второй комнате стоит большущая кровать это нам с насенькой две прикроватные тумбочки есть ночнички пультики также здесь есть телевизор и холодильник двухкамерный то есть морозилочка и холодильник стоит значит смотрите также большой шкаф и здесь что из приятного в шкафу да я как-то тоже обращаю на это внимание стоит тартат сейф который открывается ключом ключ мне тоже выдали вот у на общей связке получается есть ключ это очень здорово потому что вы самые там ценные вещи деньги убрали и за это спокойно дальше еще у нас здесь есть ребята большой балкон который тоже вот закрывается на ключ например ушли к морю и закрыли слушать как птички здорово балкон очень большой шикарно есть значит столик два стульчика и можно вечером подышать горным воздухом классно здесь конечно стоит пепельница курящим да можно курить но мы не курим поэтому нам это не нужно здорово какие звуки еще здесь у ребят стоят две качели это все бесплатно есть вот такой гамак и вот такая небольшая площадка где ветвора может взять игрушки и побить игрушу коп коп а еще если ребят теннисный стол который тоже можно разложить тут есть ракетки и с кем-нибудь из гостей поиграть а вот это вот это столовая где люди кушают и мы тоже соответственно сегодня поужинаем и чуть позже я вам покажу и ребят 6 детские стульчики да кто с маленьким прям детками здесь зона значит можно всегда круглосуточном режиме попить чай самовары и всегда есть чай лимон сахар микроволновки есть например у вас своя еда подошел погрел сел покушал время 19.00 и мы идем на первый ужин в этом гостевом доме сейчас будем показывать что вот такой вот ужин значит здесь картошка с мясом салат и не знаю с чем то булочки еще хлеб вот такой вот ужин ужин здесь получается каждый садится за свой столик у кого какой номер вот ведь у нас четвертый и вот так вот все кушаем и смотрим телек ребята ну короче мы сегодня клево на покупайте где-то сегодня час купались это вообще было клево вот приезжайте в это место приезжайте именно вот это место вот прочитайте я читать не умею если можете поставить на паузу и прочитать если успели будет хорошо ну короче приезжайте сюда я прям вас вам советую еще хозяева говорят что у них бесперебойная вода то есть если во всех курортах у нас есть перебои с водой то здесь их не бывает потому что у них есть свой резервуар плюс своя скважина что бы ни случилось здесь всегда будет холодная и горячая вода в полном объеме ну что друзья ловите порцию идеального утра вместе со мной вот так вот пальмочкой и с бассейном ну что мы приветствуем вас на первом нашем завтраке в этом гостинболе а так он выглядит омлет яичницы помидоры блины еще омлет здесь есть масло и сырок ну и конечно же хлеб чайчиком сейчас нальел нам приятного аппетита и 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 в сочи вот здесь обычно пробки пробки на сегодня пока все едет и в принципе здесь вот полно всяких туристических палаток где можете что-то себе подкупить прикупить вот все повод что встроено все частный сектора и сейчас хочу вам показать центральный пляж дубе собственно вот она вывеска и мы сейчас как раз туда пойдем осталось только нам перейти дорогу почему перешли дорогу и здесь начинается такой вот проход и мороженые ваты косички и столовки мини-маркеты а вот там вот впереди вот я уже вижу rio rest of club там уже начинается пляж туда море идти буквально где-то 900 метров но с одной стороны так-то далековато поэтому ребята сделали крутую концепцию они купили вот такой вот микроавтобус такого красивого красного цвета комфортный с кондиционером и возят совершенно бесплатно своих гостей к морю увозят после завтрака после перед обедом привозят обратно после обеда опять отвозят вечером перед ужином опять всех возвращают совершенно бесплатно так что если вы приехали без машины никакого дискомфорта к морю ходить вы не испытаете а если вы на машине вам хочется нормально отдохнуть забыть про руль так сказать спустить колеса пожалуйста все условия ну что вот мы попадаем в движ куда пойдем на стен давайте пойдем с вами направо и посмотрим здесь такие пляжи возможно искупнемся но не обещаю если только попали наш канал то подписчики вот уже знают что в таких многолюдных на местах мы не купаемся дабы ничего не подцепить а вот тут так выглядит набережная всякие аттракционе чеки и вот он ребят пляжик вот такой вот есть песочек есть камушки есть настил шезлонги 200 рублей день 1 час 50 рублей вот такая вот друзья обстановочка на пляже любви этот самый центральный пляж здесь скорее всего лево вправо из какие-то дикие местечки море вкусновато и поэтому очень здорово что у нас под боком есть отель пойдем туда купаться мы пришли на обед и я говорю всем все в сборе просто весь отель собрался в это столовой кушает ладно приятного аппетита ребята у этого отеля есть своя охраняем парковка которая полностью под видеонаблюдением там машин наверно на 8 мест смотрите я ссылочки оставляю в описании напрямую вы будете им звонить говорите что вы от нас от канала семян и чемоданах и вам парковка это будет подарок я же говорил что ребят 10 баллов с 10 на букинге пишут такие вот благодарны и письма благодарность можете нажать на паузу почитать такой у них уголочек челлендж попади в круг давай молодец отходи давай давай так все я полетел теперь близко что-то еще одна ударная фишка бассейна это массаж пацанам ну че вы, дайте я вот так вот утро начинается не с кофе будем сейчас с Настеньки рисовать здесь арбуз и все ради одной фотографии погнали еще нам нужен реквизит помимо Настенького живота и это арбуз я пойду резать так еще ребята возят на экскурсии на джипах это бесконечно эмоциональная тема но учитывая что у нас арбуз мы к сожалению поехать не можем поэтому вы можете приехать у ребят заказать а по ценам сколько стоит 1200 взрослых 600 рублей вот по ценам вы поняли приезжайте и вот вперед кататься удовольствие бомбическое смотрите какая красота получилась сейчас пойдем Настеньку фотографировать это Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ребята, вот такой выпуск у нас с вами получился Я ссылочки данного отеля оставляю в описании Чтобы вы могли позвонить, забронировать на август, на сентябрь Пишите им, приезжайте Я думаю он будет особенно интересен тем, кто с Краснодара, так же как мы Два часа, ну вы сами все видели Дети повеселятся, вы отдохнете уютно, аккуратно Ну а я с вами прощаюсь, увидимся с вами уже завтра в новом видеоролике Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok